Всем привет! Мы находимся в солнечном Таиланде, он же королевство Сиам, конкретно на острове Ко Чанг, на слоновом острове или острове Слона. Честно говоря, находимся мы здесь по причине отпуска, то есть работать не планировали. Но в мире ситуация такая, и столько поступает по этому поводу вопросов, что хочешь не хочешь, а придется записать кое-что. Поэтому условия у нас походно-полевые, половины оборудования нет, студии нет совсем. Будут посторонние звуки, не совсем обычные задники, короче говоря, качество технически пострадает. Качество изложения, надеюсь, пострадает гораздо меньше. Так что, если готовы следить за нашими репортажами из солнечного Таиланда, следите за качеством техники, не обессудьте, она тут не очень. Поступают вопросы, что происходит с Курильской грядой, переговорами Владимира Владимировича Путина и японского премьера Синзо Абе. Из такой хорошей старой северной самурайской фамилии в Японии. Что происходит? Происходят не самые хорошие вещи. Об этом уже много сказано, я попытаюсь сжато это все резюмировать. С точки зрения исторических, в первую очередь. Что у нас дано? Дано то, что японцам собираются подарить южные Курильские острова. В количестве острова Шикотан или по-старому Сикотан и группы островов Хабумай. Это 19 островов, крупных отмелей, мелких камней, которые сами по себе, с точки зрения географической, представляют очень малую ценность. Их просто на карте почти не видно. Но кроме самих камней, которые торчат из земли, которые торчат из воды, прошу прощения, кроме самих камней, у камней есть шельф, потому что это океан. А вот шельф, это уже совсем другое дело. Это раз. Во-вторых, есть демаркационная зона мореходства, которая прописана всеми международными соглашениями. И это уже третий вопрос, гораздо более важный. Вроде бы японцы все эти места давным-давно считают своими. Как минимум с 1855 года. И я не уверен, что передача двух Курильских островов, точнее говоря, одного острова и группы островов, удовлетворит японцев. Что же мы получим взамен? Опять же, в разделе «Дано». Мы должны получить некие инвестиции. Мы должны получить некие новые технологии от японцев. И мы должны получить гарантии того, что на переданных Японии и Курильских островах не будет американских военных баз. Синза бы даже вроде бы обещал, что этих баз не будет. Вот что у нас дано. Теперь откуда это дано растет? Опирается наша дипломатическая сторона на некую декларацию 1956 года, которую разработали при переговорах с японской стороной при Хрущеве. Там в самом деле было прописано то, что мы передаем японцам Шикотан и Хабамайи, о которых только что шла речь. В обмен на полную демилитаризацию японских островов с точки зрения присутствия там американцев. То есть вывод американских баз со всех японских островов. Если заглянуть немного вглубь истории, то мы узнаем, что с 1855 года Курильские острова в самом деле принадлежали Японии. Каких-то серьезных интересов у России в том регионе и на конкретных островах тогда быть не могло. Ну, собственно, середина века, где находится Петербург и европейская Россия, и где какие-то там камни в Охотском море. Но шло время, и российский империализм столкнулся с японским империализмом на Дальнем Востоке. Сейчас мы не будем говорить, кто имеет глубинную вину в развязывании русско-японской войны 1904-1905 года. Но исторические факты таковы, что именно японцы первыми без объявления войны в нарушении вообще всех дипломатических норм, имевших место тогда, атаковали русскую эскадру на рейде Порт-Артура в 1904 году. Собственно говоря, с чего русско-японская война и началась. Таким образом, они перечеркнули все договоренности, которые имела Российская империя и Японская империя, поставив себя вне в рамок закона. Русско-японскую войну кровавый режим Николая II с треском проиграл, как мы знаем, в 1905. Таким образом, мы решились как всех Курильских островов, так и половину Сахалина, за что ведшие блестящие переговоры граф Витте получил прозвище в народе граф Витте Полусахалинский. Однако прошло еще немного времени, кстати, наполненные очень интересными событиями, как то и японская интервенция на Дальнем Востоке, война, малая война, при Халхенголе и Хасане, где японцы были биты, ну а потом наступила Вторая мировая война, в которую японцы по доброй самурайской традиции тоже вступили без объявления войны. Я не говорю почему. Американцы для этого приложили немало усилий, начиная с 20-х годов 20-го века. Но по факту японцы вступили в войну, не объявляя ее, опять же, нарушив все возможные нормы международного права дипломатического этикета. Атака на Перл-Харбор поставила японцев в случае поражения в войне в заранее виноватое положение. И японцы в войну проиграли, во что очень сильно вложился Советский Союз, который своевременно разорвал нейтралитет, имевшийся между Советским Союзом и Японией. И, как и обещал, через три месяца после разгрома гитлеровской Германии вступил в войну на Дальнем Востоке. Там за две недели почти миллионная Квантунская армия была разгромлена. И после этого мы оказались в стане победителей над японцами тоже. По факту мы получили весь Сахалин и все Курильские острова, которые заняли по праву военной силы. Мы их поздно захватили. Кстати, там погибло очень немало наших. Буквально до последнего дня японцы сопротивлялись. Располагалось там до 80 тысяч солдат и несколько десятков танков. Поэтому бои были серьезные. Там вся земля полита кровью советских солдат. Торговать ей, кстати, это большой вопрос. Можно ли? Вот война закончилась. В 1951 году в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и противоположной стороной, в которую, естественно, входил и Советский Союз. Однако к Сан-Францискому трактату наша сторона не присоединилась, потому что на конференцию не был приглашен Китай и Северная Корея. Почему? Да потому что наши добрые друзья американцы в это время ввели войну в Корее. Китайцы их поддерживали. И вообще правительство МАО в это время США официально не признало. Поэтому самая пострадавшая сторона, китайская, вообще не участвовала в переговорах из солидарности. Советская делегация также не присутствовала во время подписания Сан-Францискского договора. Однако договор-то был подписан. И норма договора говорит, что японцы отказываются от всех притязаний на Курильские острова. Какие бы интересные географические открытия на счет того, что Южно-Курильская гряда на самом деле никакая не Курильская, а всего лишь продолжение острова Хоккайдо. Какие бы интересные открытия типа этой японцы не производили. Они отказались от данной территории. И это зафиксировано в международном договоре официальном. В 56-м году, да, наша сторона в лице дипломатии Хрущева пошла на далекий стратегический шаг, который, к сожалению, не удался. Тем не менее, инициатива такая была. Японцев попытались вырвать... Прошу прощения. Японцев попытались вырвать из проамериканского антисоветского блока. То есть, путем передачи двух островов мы избавлялись от всех военных баз на территории Японии. И Япония вместо непотопляемого авианосца у дальневосточных рубежей Советского Союза, оккупированного, естественно, американцами, превращалась в нашего стратегического союзника. Вот тут-то, конечно, два острова – это небольшая цена. Но в это время и по сей день Япония была лишена большей части международной субъектности, потому что там находились и по сей день находятся американские военные базы. Американцы надавили на японцев. И в 1960 году они полностью в одностороннем порядке динансировали проект декларации 1956 года. С этого момента она перестала действовать. Просто почему? Потому что японцы не смогли удалить американцев со своей территории. И более того, заняли агрессивную антисоветскую позицию. Вот ровно с этого момента говорить о какой-то там декларации 1956 года нельзя. За отсутствием таковой, потому что декларация перестала действовать. Ее больше нету. Все. Но это все равно, что продолжать договариваться с давно ушедшим из комнаты человеком. Попахивает какой-то шизофренией. Но, тем не менее, ничего не помешало нашей стороне в лице гаранта Конституции договариваться с Синзо Абе о том, что мы сейчас передадим вам остров и группу островов на Южно-Курильской греге, а в обмен мы, наконец, подпишем мирный договор, и японская страна начнет нас богато инвестировать. Сразу несколько вопросов. Первое. С чего вы взяли, что японцы вас будут инвестировать, учитывая, что у них у самих экономический кризис? И экономика находится частью в стагнации, частью в состоянии вообще падения. Второе. О каком мирном договоре вообще идет речь? Мирный договор был подписан в 1951 году в Сан-Франциско. То, что мы конкретно не участвовали в этой конференции, не говорит ровно ни о чем. Мы можем прямо завтра послать в Америку телеграмму и присоединиться к данному трактату. По международным нормам мы ничего не теряем, потому что Япония, как пострадавшая, прошу прощения, как проигравшая сторона, в одностороннем порядке обязалась исполнять условия мирного договора. Она обязалась исполнять условия мирного договора. От нас это не требовало никаких действий вообще и до сих пор не требует. Я не понимаю, с кем договариваться о мире, если мир заключен уже сильно больше полувека назад. Ну и третье, как только мы передадим два острова, давайте для простоты говорить острова Хабамай и Шакатан. Охотское море, которое по факту является внутренним российским морем, внутренним быть перестанет, просто потому что вот эти вот торчащие из воды камни откроют здоровенный проход для кого угодно, кого соблаговолят нужным пропустить японцы в Охотское море. Соответственно, рыбные богатства для нас будут частично потеряны, пока мы можем разрабатывать их самостоятельно. А это одно из десяти, наверное, мест в мире, где есть место столкновения двух мощнейших океанских течений, теплого и холодного, там огромные рыбные поля, потому что еда со дна поднимается вверх, рыбы там пасутся, словом, благодатное место. А во-вторых, наши подводные лодки не смогут выходить свободно из Охотского моря, потому что сейчас Охотское море – это наше озеро, где подводные лодки находятся там, где им нужно, и за ними никто не может уследить. Как только американские, естественно, в первую очередь американские корабли получат неограниченную возможность дохода в Японское море, мы этого внутреннего плацдарма лишимся. Таким образом, будет пробита огромная брешь в обороноспособности нашей страны, которая и так, прямо скажем, не блещет. Я пока не буду говорить о морально-этическом аспекте, как можно продавать землю, которая буквально пропитана кровью русских, а потом и советских солдат. Давайте пока сейчас в эти степи углубляться не будем, потому что это вещи все-таки нематериальные, хотя и очень важные. Ну а по поводу того, что Синдзо Абе вроде как обещал, что там никогда не будет американских военных баз, то, господи, боже мой, у нас, посмотрите, на переговорах с Горбачевым тоже много что кто обещал. Никаких документов подписано не было. Да если бы они были подписаны, кто бы помешал американцам распространять блок НАТО на восток? И кто помешает американцам поставить хорошо не военную базу, а всего лишь радарную станцию или гидрологическую станцию слежения на этих самых островах, чтобы просматривать вообще все выходы из Охотского моря в близлежащие? Да никто не помешает, конечно. Зачем это делается? Как вы понимаете, мне разведсводок никто на стол не кладет, можно только предполагать. Никаких инвестиций, конечно, не будет, по крайней мере таких, о которых стоило бы говорить. Повторюсь, у японцев сейчас не в том состоянии, чтобы поднимать экономику целой Российской Федерации, или хотя бы ее часть. Не смогут они этого сделать, даже если очень сильно захотят, в чем я сильно сомневаюсь, кстати говоря. Но зато все-таки тут есть некое здравое зерно, потому что Путин и его режим таким образом хочет разорвать блокаду санкций, в которой Российская Федерация с 2014 года, прошу прощения, оказалась заключена. Только санкционное кольцо-то будет разорвано не для Российской Федерации. Санкционное кольцо будет самое главное разорвано для финансовых групп Российской Федерации, которые сейчас находятся под санкционным прессом той или иной мощности. Таким образом, получив дружественный японский режим, наш финансовый капитал сможет в обход всех санкций по-прежнему выводить капиталы за границу в том или ином виде. Мне кажется, что все эти инициативы, назовем их так, имеют именно такой прагматический корень. К счастью, именно Курильские острова – это очень важное место в патриотической карте памяти каждого россиянина. С одной стороны Крым, с другой стороны Курильские острова. И поэтому тихую эти острова передать не получилось. Потому что передача Курильских островов – это все равно, что передача Москвы немцам, например. Ну, почти. Порядок, так сказать, эффекта, конечно, совсем иной, но качественное наполнение схожее. Поэтому, конечно, общественное мнение всколыхнулось. Все-таки к нему пока еще приходится прислушиваться. Но не нужно забывать, что нынешний правящий режим уже абсолютно тихо, ни с кем не советуясь, передал часть наших территорий на Амуре, пускай небольших, но тем не менее наших, Китаю. И просто гигантских размеров участок шельфа в Северном море Норвегии, там 135 тысяч квадратных километров. Где есть и полезные ископаемые, где есть и рыба, где есть, в конце концов, плацдарм для развертывания нашего Северного флота. Это все было передано. Ни с кем не советуюсь. Тихо, спокойно, в одно касание. Просто потому, что Северный шельф и острова на Амуре не занимают такого места в патриотической карте памяти. А вот Курильские острова занимают. Поэтому тихо их передать не выйдет. Впрочем, я уверен, что подобные попытки будут продолжаться. Ну а нам нужно сопротивляться со всех сил. Потому что это прямое нарушение закона основного Конституции Российской Федерации, который прямо гласит о полном суверенитете и нерушимости границ Российской Федерации. Мы, как граждане, должны защищать собственную территорию и собственный основной закон. На этом все, товарищи. До свидания.